Всем привет! Данный анбоксинг записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru Пришла ко мне очередная небольшая посылочка, в ней абсолютно такое ассорти приманки для разных сезонов, разных видов ловли И поэтому давайте быстренько покажу вам, что ко мне приехало А если вы хотите узнать подробно про какие-нибудь понравившиеся приманки из данной посылки, можете переходить по ссылкам под видео И про каждые из этих приманок есть подробный обзор и там более углубленный детализированный осмотр и можете посмотреть А сейчас покажу примерно, что да как мандулы от фирмы Мормыш Весенние такие классные приманки, очень хорошо работают по судаку весной Сделаны из плавающего материала, стоят вертикально, видно издалека, хорошо привлекают рыбу И заказал разные их виды, в основном конечно все плюс-минус похоже Взял разные расцветчики Это мандула от Мормыш классическая, довольно-таки такая объемная Трехсоставная Два тройничка для более такой серьезной зацепляемости Но лучше не использовать в каких-то местах, где есть подводные препятствия, коряги и тому подобное Приманки не совсем чтобы дешевые, но естественно здесь используется два острых тройничка К сожалению не указано какой фирмы И поэтому даже сейчас тройники стоят больших денег Поэтому приманки не из дешевых И оставлять по 100 рублей Приманки на коряги совсем никому не хочется Плюс при этом ты же будешь использовать еще и грузик и поводок И в итоге все вместе выходит как какой-то небольшой воблерок Трехсоставная приманка Спереди крючок для судака-любителя бить свою жертву в голову И сзади крючок для любительницы прикусывать за хвосты щуки и окуня Который бьет иногда куда попало, куда ему вздумается Но в основном это конечно же хвост На хвосте такой хвостик из люрекса очень хорошо привлекает хищника Сделано качественно Все вычищено, отшлифовано Интересные расцветки У данной классической есть пять вариантов расцветок Пару зеленых, пару оранжевых и одна натуральная У Мандулы Турбо тоже пять расцветок Тоже плюс-минус такие Здесь вот у меня представлен более такой натуральный вариант Синяя с ярко-розовой и белые бока Тоже интересная расцветка Здесь идет у нас еще такое рифленое тело Которое под водой создает на таких более длительных протяжках Акустический эффект Тоже интересно выглядит Все те же два тройничка Четвертого и первого размера И уже Мандула, которая называется цепочка Представлена более такой обширной палитрой цветов Их около десяти И в отличие от этих Здесь есть такая расцветка, как Билайн Уж очень многие ее любят Но у меня хватает Мандул в расцветке Билайн И поэтому взял вот такую вот яркую Желтую, иолетовую Здесь хвостик уже более такой длинный Но тоже интересная приманка И в отличие от предыдущих двух Здесь сегменты такие маленькие Сделаны немножко одна по-другому Но поэтому они в принципе различаются Классные приманки Будем пробовать на судака Так, далее Далее новинка от фирмы БАТ Это Тейлспиннер В новой версии Киллер 2.0 Вот такой вот классный здесь логотип Качественная упаковка Казалось бы, что в такой упаковке Не должно ничего случиться Но, к сожалению, мой Тейлспиннер Пришел немножко с отбитым носиком Где-то кто-то его уронил Но я думаю, что это единичные случаи И это навряд ли какая-то такая Повторяемая ситуация Интересно сделано Что интересного? Это вот такое рельефное тело Небольшой лепесточек Который крепится при помощи Закрытого вертлюга Вертлюг получается уже более такой дорогой серии Более качественный Приманка Отлично работает на джиговой проводке По судаку, по щуке, по крупному окуню Но универсальная Сейчас на данный момент Очень популярная приманка Интересны еще вот такие голографические глаза Которые являются как точкой атаки Сделано все неплохо Если бы не большой момент С повреждением лакокрасочного покрытия Ну а так Все-все неплохо У меня весит данный тейлспиннер 18 грамм Тяжелый для глубоких мест водоема Еще один тейлспиннер у меня есть На А-анбоксинге Это тейлспиннер от фирмы Cargo Который не имеет какого-то своего названия Он называется тейлспиннер Классные здесь такие измененные глазки у него Уже идет более продольная форма И лепесток напоминающий что-то типа лонг Но это промежуточный между аглией и лонг Лепесточек очень маленький И данный тейлспиннер Хоть и тоже весит как и предыдущий 18 грамм Но он выглядит существенно меньше И подойдет уже для более мелкой рыбы Для того же окушка Интересно и качественно сделан Что у меня дальше? Есть у меня пилькер Не совсем у меня срастается с ловлей жереха Я частенько пытаюсь Но не так часто он попадается И в основном размеры не очень Но бывают все же весенние рыбалки Удаются на данную хищную рыбу И для ловли жереха я подкупил вот такой вот Пилькер от фирмы Матома Metal Blade 80,5 грамм У них очень большая линейка размеров Которая указана в принципе у меня здесь Есть от 5 до 22 грамм В зависимости от тех условий Которые вам нужны Мне супер тяжелые не нужны У меня и есть И в принципе обычно работают Такие до 10 грамм Пилькерочки намного лучше Но может быть из-за этого и жерех моих ловов Не такой крупный Сделан качественно Опять-таки голографическое покрытие Классно будет бликовать на солнце Неплохой острый крючок Который украшен опушкой Но которую я скорее всего буду менять Так как не уверен что жереху Данная опушка по душе Для будущих зимних рыбалок И для ловли в отвес Летом, весной, осенью Подкупил тяжелый VIP От фирмы Renegade Называется он Craigie Bait Данный VIP По весу Аж целый 31,5 грамм Очень тяжелая приманка Которая мне поможет пробивать глубины От 20 метров Чтобы Доставать и пробивать течение Для ловли судачка и берша в отвес Искал Интересный такой Мне главное было Чтобы он был тяжелый И не очень большой Данный VIP По размеру 75 миллиметров 90 миллиметровых тяжелых У меня хватает А вот мне нужен был Небольшой такой Коротенький Тяжелый VIP Для того Чтобы даже Какой-нибудь небольшой Судачок Когда крупный Отказывается клевать Хотя бы для развлечения Потаскать Небольших судачков Сделан Очень даже Качественно Классная покраска Интересно Выглядит Идем Далее Далее Опять-таки VIP Но теперь Совсем крошечный Такой Ультралайтовый Больше Для Зимней ловли Так как В летнюю ловлю Такой Крошечный VIP Очень тяжело Будет забросить Так как Вес его всего 2,5 грамма Это Саурус Вивра Нано Небольшая приманка Можно использовать Как крент На каких-то Микроречках Но В основном Я попробую Ловить на него На Небольших Глубинах Зимой Подлёдная рыбалка На Окунька Похож на Небольшого Малючка Из необычного Это вот такой Прикольный Плавничок Из прозрачного Пластика Качественная Приманка Была По скидочке И поэтому В свою коллекцию Для Ловли Окушка Я её Приобрёл Такой Вот Микровип Что ещё Ещё Вот такая Оснастка От Savage Gear Очень Интересная Никогда Честно Не пользовался Не нарывался Но вот Случайно Как-то Упал На неё Взгляд И решил Приобрести И это Такая Насадка Получается На Силиконовую Приманку Предназначена Она в основном Именно Для Силикона О Savage Gear Но я Уже Попробовал Для других Силиконшек И на Половину Из них На Силикон Где-то От 10 Сантиметров Очень Классно Садится Данная Насадочка Которая Превращает Ваш Силикон Из Силикона В небольшой Такой Интересный Воблерок И помимо Например Игры Виброхвоста Его хвостом У него Ещё И появляется Роллинг Благодаря Вот этой Лопатки Плюс Дополнительный Крючок Также Можно Не оснащать В принципе Вообще Силикон Крючком Либо Ставить На него Одинарник У вас Будет И сверху Крючок И здесь Крючок Ну То есть Увеличивается Возможность Зацепиться Хищнику Классная Штука Цепляется На Силикон При помощи Вот таких Вот Заглушек В которых В комплекте Идёт Четыре Штучки Но Чтобы Зацепить Нужна Одна Но Остальные Скорее Сего Если Вдруг Произведут Какие То Потери Это У меня Самый Маленький Размер Для Более Крупных Силикон Есть Размер М И Л У меня Это Эско И то Это В принципе Для Довольно Таки Крупного Силикона Такая Вот Интересная Оснастка Север Север Вообще Частенько Производят Разные Интересные Вещички Поэтому Советую В принципе Зайти Посмотреть Что У них Есть В наличии Идем Далее Крючки Асисты От Фирмы Декой Называются Мини Асист Твин Размер У меня Номер 10 Это Такие Крошечные Дополнительные Крючки Которые Как Вот Видно На Схематическом Здесь Изображении Я Хочу Подвешивать На Те Ж Пильки Ра Убирать Может Быть Как я Уже Сказал Опушку На Том Предыдущем Пильки Который Показал И Вешать Дополнительно Вот Этих Малышей В комплекте Идет Их Две Штучки С такими Двойными Плоскими Одинарничками Имеется Небольшая Породка Украшения В виде Того же Люрекса И Крючки Ну Естественно Просто Невероятные Остроты И Даже Крупную Рыбу Они И никуда Она с них Не денется Они Их не продак Просто даже Разогнуть Хоть Они Такие Крошечные Это Очень Качественный Продукт От Фирмы Декой Но В принципе Эта фирма Уже давно Себя Зарекомендовала Что Они Ерунды Не делают Еще Кстати Хочу сказать Про Очень Яркую Крошечную Упаковку Очень Привлекает К себе Взгляд Так Так Потерял Крючочек Но Они Правда Очень Маленькие Я Конечно Думал Что Они Будут Чуть Чуть Побольше Но В принципе Эти Я найду Куда Применить Очень Они Любят Падать Две Блесенки Это На Лето Копия На Профессор Дешевые Блесны От Фирмы Спайк Одна Поменьше Такая Называется Окуневая Это Спайк Называется Академик Для Ловли С берега Дешевый Довольно-таки Качественные Блесны На Хороших Тройниках Тройники От ВМС Обычно Они Данные Блесны Стоят В районе 150 Рублей Тройнички Стоят В районе 100 Рублей От ВМС Поэтому Интересные Приманки В плане Цена Качество Сделаны Неплохо Рыбу Ловят Герман Герман Саунт Джилис Интересная Такая Тоже Приманка Понравилось Что Она Довольно-таки Отличается От многих Остальных Какой-то Своей Формы Для Того Чтобы Может быть Удивить Рыбешку Это Полу Поппер Полу Волкер С Интересными Такими Конструктивными Особенностями Есть Отверстие Через Которое Будет Проходить Вода И Создавать Акустический Эффект На Подобные Приманки Еще Не Ловил Поэтому Много Что О ней Рассказать Тяжело Хочу Сказать Что Только Качественная Покраска Интересная Пушка Опять Таки Для Привлечения Окуня И Сам Паперок Сделан Очень Даже Неплохо И Очень Он Недорогой И Остались У меня На Обзорчике На Унбоксинге 5 Балансирчиков Все Они Плюс Минус Похожи Друг на Друга Естественно Они Это Разные Модельки Докупаем На Зиму Собираем Коробочки Поставляются Они Не В Заводских Упаковках Это Упаковочки Зип Пакетики Простые На Которые F Магазин Клеит Свои Наклеечки Это Балансиры От Фирмы Ладога Я Еще раз Повторюсь Что Про Каждую Из Приманок Есть Обзоры И Я Так Поверхностно Покажу Ладога 319 Это У нас Ладога 123 Такой Уже Крупный Серьезный Балансир Для Больших Глубин На Ловле Судачка Вот Такой Вот Еще Имеется Универсальный Я Думаю По Все Рыбе Будет Неплохо Работать Ладога 317 Для Ловли Окушка Самое То Тем Более В Такой Классной Расцветки И Такая Примерно Расцветка Только Полосатая Тоже Микробалансир Ладога 309 Все Они Поставляются Без Тройничка Качественно Покрашены И В принципе Недорого Стоят Вот Такая У меня Получилась Разнообразная Посылочка Всего По чуть Чуть Ну Может Только Силикона Не было А так Всего Понемножку Ну А на этом Мой Унбоксинг Подошел К концу Всем Спасибо За Внимание Пока